Гетфан на связи! Недавно прошел очередной тест генерального сражения, нового, временного режима с историческим уклоном. Какие бы корабли были построены, если бы палубная авиация не поставила под вопрос саму идею создания суперлинкоров? На основном сервере режим будет доступен уже очень скоро, а пока мы его ждем, предлагаю заценить мощь японского суперлинкора Сатсума, Ямато, который прокачали по броне и главному калибру. Забегая вперед, скажу, что мне этот бой подарил много эмоций, хотя от Сатсумы я этого и не ждал. Ну а если вы ждете этот режим, пожалуйста, прожмите лайк и напишите в комментариях потом, как вам реализация ульты Сатсумы, пристрелка, которая даст повышенную точность. А теперь поехали в бой, наслаждаться супер бабахами! А тут на каждый бой необходимо покупать корабль? Да, на каждый бой, дисмасс! Иначе бы все катали бы только на суперлинкорах. Чтобы заставить людей наполнять этот рандом какими-нибудь кораблями помимо суперлинкоров, разработчики сделали вот эту вот механику разведданных. То есть вот каждый, каждый, кто вышел сюда вот на китаказы, острогиотни, снимки и прочее, прочее, прочее. То есть они после боя получат 3 очка из 14 необходимых. То есть получается 3-3-3, 5 боев и все, поехали! Стрельба, конечно, на 25 километров это не моя сильная сторона, но борт Сатсумы так красиво смотрится, что я просто был не в состоянии... О! Два пробития на двенашку. Просто не в состоянии было это проигнорировать. О! А вот и турбинка от эсминцев, о которой я говорил. Так, Невский танчит нас носом, но при этом бронирование-то у него не больно? Не густо? А, слушайте, а все-таки нашли место, где обрикошетить. Ну, собственно говоря, мне кажется, товарищ, ты сейчас уже приедешь. Какую-то циркуляцию интересную делает. И да пребудет с нами цитаделька, давайте по сигналю. Летит красиво. Невский, привет тебе! Вот, вот о чем я и говорил. То есть, отличие от Ганновера в том, что все-таки ловли на циточку, тут, 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 не... Ну, она реально, то есть... То есть, кто, кто хочет активный геймплей в продавливании, тот выбирает Ганновер. Кто хочет про красивый прострелять... Ха-ха-ха-ха-ха! Это Невский, да? Нет, это другой. Я уж думал, что это Невский тут начал... Ругаться. Вау! Суперточность! Так, в кого будем суперточно стрелять? Ну, пока что у нас, по-моему, суперточные 25-километровые залпы, возможно, только. Ну, давай-давай-давай, доворачивайся. Тебя вот перевешу я. Вот интересно, а как будет лететь суперточные? Они, наверное, прям в одну точечку сейчас все попадут, не? Ну, выглядит, кстати, точно. Точно? Только я вот неточный, да? Жалко, что суперточность не позволяет вам еще суперточности. И что, это получается на один залп только? Охереть! Какой классный бурс, пацаны! Это просто бурс на один залп. Вообще, ульта, я почувствовал себя божеством в этом бою. Кажется, не машина у меня, а корабль для имбования. Ой, слушайте, кстати, без этого бонуса залп тоже достаточно точно летит. Странно. Может быть, и не так важна ульта, как ее... Малюют. Что-то мне кажется, сейчас мы, пацаны, цитку сами-то подставили. Нет, таблом. Красава, слушай, танкует, танкует носом. Пашинь ничего не раздает. Точнее, почти ничего не получает. И давит же, давит. Не спугнуть бы рыбку, пацаны. Не спугнуть бы рыбку. Сатсума бортом. Внимание, вашему вниманию. Представляется... Цитадель! Цитадель Сатсумы, которую можно все-таки достать. Ой, Ганновер, ты как-то очень интересно встал. Торпеды справа по борту. Да чтоб тебя. Красиво, да. Вот красиво мы раздавать-то раздавали, а вот... Теперь пришло наше время. Все наши линкорчики, крейсерочки, эсминчики первые сразу сгинули. Ну, теперь идем мы кушать торпеды. Ну, хорош уменьшаться. Дайте, дайте хлеба, дайте пострелять. Так, заглянем, заглянем. По-моему... А, нет, он, по-моему, не так это. Нет, попал все-таки, попал. Ну, неплохо-таки попал. Ну, Ганновер, ну, хорош уже жопой крутить. Я вперед хочу идти. Ну, что вот серьезно с тобой-то такое? Ты же мне мешаешь. Я хочу вперед. Я хочу убивать. Я хочу... Ну, джебать. О, кстати, Айоба. Тот самый товарищ, который, по идее, в этом режиме должен выполнять роль, наверное, Аляски. Только без РЛС. Марко, добро пожаловать в нашу команду. Спасибо тебе за подписку. Ты делаешь юбилейные 100 тысяч на канале. Чуть ближе. За что тебе, конечно, отдельное большущее спасибо. Друзья, кстати, если вы еще не подписались на канал, я был бы вам чертовски благодарен за это действие. От вас не убудет, а мне бы это очень помогло бы. Воу! А вы говорите суперлинкоры, не суперлинкоры. Вон еще какие суперлинкоры. В нос Айове прилетело. Я, кстати, думаю, знаете, что... Вот с такой тактикой мне, может быть, дополнительная хилка и не больно-то нужна была. О, Сатсума. Если ты на 18 километров не могешь терять, может быть, и не стоило? Так, нам нужен срочно минус. Я даже не знаю, есть ли смысл нам дальше-то сближаться. Ах! Под водой-то не пробили нифига. Под водой-то не пробили ни черта. Это, знаете, это мне в наказание. Вот я над Сатсумом посмеялся, что он, мол, не умеет терять на дистанции. А мы сами на короткой дистанции еле выдали попадание. Чуть-чуть надо было выше дать. О, сейчас будет супер-сочный, супер-точный, супер-домажный залп. Давай, Вермонт, иди сюда, мой дорогой. У тебя есть 15, 12, 9. Эй, башенька, 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 срочно башеньку поверни. Башеньку хочу, хочу залп целый дать, а не половинчатый. Твою ж тебе бесит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И чё? Это супер-точные были рикошеты? Огонь. Знал бы, вот лучше бы сюда бы отправил бы супер-точный залп. А успеем? Не, не успеем. Вообще, на твере, получается, ульта на один залп. Мы постарались как можно раньше. И вот сейчас вот ульта откатывается. А всё. А всё, приехали. То есть залп по обычным правилам. Не, ну, конечно, тоже неплохо прилетело. Ничего себе, даже можно пробить наш барбет. Это что-то неожиданное. Давай, Ганновер, вали Вермонта, и мы идём тупо вперёд. У-ху-ху-ху-ху. Супер-линкоры разворачивают ситуацию, да? То есть мы оставались четвером, и против нас была просто огромная толпа-толпень. Вот, вот как должны супер-линкоры играть. То есть не первыми сливаться, вот как вот в прошлом бою так получилось. А, в общем-то, играть весьма и весьма. Будем на правую сторону воевать. О-о-о. Промах. Успеем ещё хилочку съесть, как думаете? Просто проблема в том, что у нас же тоже 32 миллиметра. То есть как мы вот аёвки раздавали, так и нам сейчас Сапсум будет раздавать. Один маленький момент. Видите, он идёт такой полубордным, и я ему гую цитаделечку. Могу, да не сделаю. А зачем, говорит, цитаделечку? И так хорошо, не? Ой, как нехорошо. Он, кстати, тоже без цитадельки. Супер точный залп на 5 километрах. Внимание, 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 говорит Германия. Если, кстати, успеем. У нас сейчас ПМК же может отработать. Не. Ну, вдруг башню сломают. Не, не сломал. Ну, давайте вот так вот. Серьёзно, что ли? Огонь! Ох, пацаны. Ух. Сапсумка-то дорогая ты моя. А говорили, ты скучна. А ведь нифига. Ох, это пацаны. Туда аж жена зашла в комнату. Спрашивает, всё ли у меня нормально. Пацаны, вот как вы думаете, всё ли у меня нормально? Я думаю, у меня всё слишком нормально. Ох. Ой. А вот это, кстати, по мою душу летит. Предсмертный хрип. Давайте, давайте, давайте. Золпик, 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 золпик. Ох. Ох. О мой бах. Не знаю, не успею, наверное. 288 тысяч. Что, 288 тысяч? Не, ну, пацаны. Не знаю. Наверное, суперлинкоры не мочи. Ох. Мне понравился бой. Пацаны, надеюсь, вам тоже понравился. Блин. Блин. Супер. Я, если честно, не ожидал от Сатсумы такой прыти. Очень здорово. Жалко, что у нас был турбоотряд. Я вам уже говорил об этом. Что, к сожалению, под главный минус всего этого события в том, что разработчики не догадались сделать умную балансировку по этим очкам. Они создают такие условия, когда противники и союзники, входящие в бой на обычных кораблях, которые должны массовку создавать, они не мотивированы играть всерьез. У них нет ни одной мотивации на это дело. У них есть мотивация быстрее отыграть этот бой, быстрее отправиться в следующий бой, потом еще один бой, потом еще один бой, а потом они получают суперлинкор и начинают играть серьезно. Вот жалко, только они не понимают одной... Ну вот, все вот это вот зацикливается в то, что они тоже окажутся вот в таком бою, где увидят вот это вот самое. Эсминцы — это товарищи, которые пошли в турбину. Это неприятно, это грустно, это больно, это неправильно. Жалко, разработчики не думают, что надо делать хороший, видимо, исторический режим, поэтому, наверное, вот нас ждет вот то, что вы видите.